Региональные пособия на ребенка в Бурятии выплачиваются по признаку нуждаемости. Основная задача оказания социальной поддержки семьям с детьми, стимулирование на рождение как можно большего числа детей и поддержание достойного уровня жизни многодетных семейств. Федеральные пособия на ребенка в Бурятии. Федеральные пособия выплачиваются семьям, проживающим по всей территории России, и никак не влияют на возможность оформления региональных выплат. На именование пособия сумма пособия по беременности и родом официально трудоустроенным 100% среднего оклада за предшествующие 24 месяца или в размере одного МРОД 7800 рублей, если доход был ниже МРОД, или страховой стаж оказался менее 6 месяцев. Официально безработным, состоящим на учете в Центре занятости, уволенным в течение предшествующих 12 месяцев из-за ликвидации предприятия, прекращения деятельности ИП или банкротства фирмы 613 рублей 14 копеек в месяц. Студентам в размере стипендии. Неработающим не выплачивается. Единовременное пособие за постановку на учет в районной поликлинике или женской консультации, не позднее 12 акушерских недель беременности 613 рублей 14 копеек, выплачивается тем же категориям женщин, что получают пособие по беременности. И родам. Единовременное пособие при рождении ребенка 16 350 рублей 33 копейки, выплачивается на каждого ребенка в отдельности всем категориям граждан, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет официально трудоустроенным. И уволенным из-за ликвидации или банкротства фирмы 40% среднего оклада за предшествующие 24 месяца, но не ниже минимального размера и не выше максимальной суммы 23 089 рублей 4 копейки. Неработающим, безработным, студентам в минимальном размере 3065 рублей 69 копеек на первого ребенка, 6131 рубль 37 копеек на второго, третьего и последующих детей. Ежемесячная компенсация безработным матерям, уволенным во время пребывания в отпуске по уходу за малышом до трех лет из-за ликвидации компании 50 рублей, в некоторых регионах в размере одного мрот, если ребенок третий и последующий. Читайте также статью «Пособие по беременности и родам для малоимущих в 2020 году». Региональный материнский капитал в Бурятии. Выплачивается только многодетным родителям, гражданам России, единожды в размере 50 000 рублей, если среднедушевой доход семьи менее 1,5 размеров местного ПМ, при этом третий ребенок должен быть рожден или усыновлен позднее 1 января 2013 года. Региональный материнский капитал в Бурятии предполагает предоставление следующих преференций. Семьи с как минимум 6 детьми получают субсидию на приобретение жилья 11 КВМ. На члена семьи по средней рыночной стоимости малоимущие семьи с как минимум 5 детьми будут поставлены в очередь на квартиру в порядке социального найма. Родителям тройнее более выплачивается субсидия на приобретение квартиры 18 КВМ. На члена семьи по средней рыночной цене 1 КВМ, участок земли по ДЖС. Льготные путевки в санаторно-курортные учреждения и лагерь детям до 15 лет. Зачисление вдов в первую очередь. Медикаменты детям до 6 лет по рецепту. Пособие 150 рублей. Каждый месяц на каждого ребенка до 16 и 18 лет. Возмещение 30% затрат на оплату ЖКУ. Читайте также статью «Единовременное пособие при рождении ребенка в 2020 году». Ежемесячное пособие на детей из многодетной семьи. Предоставляется в размере 150 рублей, применяются районные коэффициенты, если среднедушевой заработок семьи составляет менее 1,5 размеров ПМ, в семье трое и более детей в возрасте до 16 и 18 лет. Ежегодная компенсационная выплата на воспитание ребенка-инвалида. Условия предоставления данного пособия на ребенка в Бурятии. Размер выплаты 12 тысяч рублей. Предоставляется за воспитание детей с инвалидностью или больных ВИЧ. Возраст детей от 1,5 до 8 лет. Дошкольники назначаются, если Не досталось места в ДОУ. На нескольких детей-инвалидов, оставшихся без места в ДОУ, выплачивается несколько пособий. Размер пособия пропорционален числу месяцев, в течение которых она начисляется, с даты присвоения инвалидности или Исполнение ребенку полутора лет до декабря текущего года. Ежемесячное пособие на содержание приемных и опекаемых детей. Приемные мать и отец, опекуны детей-сирот и детей без родительской опеки вправе получать выплату на содержание ребенка в возрасте младше 23 лет при условии его обучения по очной форме, в общем случае до совершеннолетия. Выплата индексируется и увеличивается на районный коэффициент. Условия предоставления средств, подача заявления в органы опеки и попечительства, отказ от регионального пособия на детей, предоставление отчета о расходовании денег каждый месяц. Размер, когда выплачивается 5200 рублей на каждого сироту. Районы – Севербайкальский, Муйский, Баунтовский, Севербайкалье, 4800 рублей на каждого сироту из другого района, 4625 рублей, вознаграждение за воспитание первого сироты – 385. Рублей вознаграждения за воспитание второго и следующих детей – 1592 рубля. 50 копеек надбавка к пособию за передачу в семью ребенка младше 3 лет или инвалида – 3185 рублей, надбавка за каждого сироту при наличии сразу нескольких оснований для доплаты – 24 025 рублей, надбавка за воспитание сразу пятерых и более детей, взятых в семью с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года, Единовременное пособие при усыновлении ребенка в Бурятии. Пособие в размере 250 000 рублей выплачивается. Семье, члены которой имеют российское гражданство, когда ребенок усыновлен позднее 1 января 2011 года, на каждого усыновленного ребенка, индексируется ежегодно, не увеличивается на Районный коэффициент – оформляется спустя 3 года после усыновления или раньше, если ребенку исполнится 18 лет. Ежемесячные пособия на ребенка в Бурятии. Региональное ежемесячное пособие на детей выплачивается малоимущим семьям, в которых воспитываются дети в возрасте младше 16 лет или 18, если они до сих пор учатся в школе. Размер, когда выплачивается 183 рубля 30 копеек, стандартная выплата 240 рублей 24 копейки на третьего, четвертого и так далее детей, на ребенка военного, на детей, не получающих алиментов, 273 рубля матерям-одиночкам, 331 рубль 50 копеек на третьего и следующих детей, воспитываемых матерью-одиночкой, данное пособие, индексируется ежегодно, увеличивается за счет районных повышающих коэффициентов. Дэр, когда выплачивается 183 рубля 30 копеек, стандартная выплачивается 183 рубля 30 копеек. Дэр, когда выплачивается 20 копеек, стандартная выплачивается 20 копеек, стандартная выплачивается 24 копеек. Дэр, когда выплачивается 20 копеек, стандартная выплачивается 20 копеек, стандартная выплачивается 20 копеек. Воспитит в ремах матерью дезяночка и данное пособие ирует. Назначается родным матерям и отцам усыновителям приемным родителям. Не начисляется, если оформлено пособие на содержание детей-сирот. Прекращает выплачиваться, если через год заново не подать документы. Полагается на каждого ребенка. Какие документы нужны для оформления регионального пособия на ребенка в Бурятии? Для того, чтобы получать региональные выплаты на ребенка, необходимо обращаться в местное отделение органов социальной защиты населения, заранее подготовив следующий комплект документов. Документ, где получить заявление о назначении. Детского пособия в свободной форме, паспорт РФ, ВНЖ, РВП для иностранцев и беженцев. ГУВМ ВДРФ, справка о регистрации в регионе подачи заявления, паспортный стол, свидетельство о рождении и усыновлении ребенка, на которого оформляется. Пособия органы ЗАГС свидетельства о рождении, усыновлении других детей, органы ЗАГС свидетельства о рождении ребенка без записи об отце или справка о внесении записи об отце со слов матери для матерей-одиночек, органы ЗАГС свидетельства. О заключении брака или расторжении брака при наличии органы ЗАГС справка о составе семьи, паспортный стол, больничный лист по беременности и родам для оформления пособия по БР, районная поликлиника или женская консультация-справка. О ранней постановке на учет в женской консультации, для оформления разовой выплаты за постановку на учет в ранние сроки. У наблюдающего беременность гинеколога справка о размере среднего заработка за последние два года бухгалтерия по месту. Работы ФНСРФ, трудовая книжка с записью о трудоустройстве или без записи с последнего места работы, справка о постановке неучет в Центре занятости населения, для безработных, уволенных из-за ликвидации или банкротства фирмы, Центр занятости. Население справка о неполучении пособия по безработице, пособия по безработице нельзя получать одновременно с детскими пособиями, Центр занятости населения, справка о том, что второй родитель не получал пособия УС, с места работы удостоверения. Многодетные семьи для многодетных родителей, УС справки о ежемесячных доходах всех членов семьи, для малоимущих семей, по месту работы ФНСРФ, ПФР, ЦИС, по месту учебы справка о прохождении обучения в школе или университете, для школьников. И студентов, по месту учебы заключения медика социальной экспертизы об установлении инвалидности для детей-инвалидов, Бюро М, справка об отсутствии места в ДОУ, для получения компенсации за отсутствие мест, детский сад по месту жительства. Справка о зачислении в детский сад и размере родительской платы, для получения компенсации части родительской платы, ДОУ договор о приеме ребенка на воспитание в приемную семью, для приемных родителей, органы опеки и попечительства свидетельства. О смерти или решении суда о признании человека, пропавшем без вести, для детей, потерявших родителя, органы ЗАГС, секретарь суда, ксерокопия банковского счета или сберегательной книжки, читайте также статью, перечень документов для оформления. Детского пособия в 2020 году. Законодательные акты по теме. Постановление от 17 декабря 2004 года номер 276 о выплате ежемесячного пособия на ребенка в Бурятии, закон от 10 декабря 2010 года, номер 1830 В, о единовременной выплате усыновителям сирот и детей без родительской опеки, закон от 27 сентября 2001 года, номер 813 Ай-Ай, о мерах поддержки. Приемных семей закон от 5 июля 2005 года, номер 1248 Ай-Ай, о ежемесячном пособии опекунам и попечителям на содержание приемного ребенка, закон от 8 февраля 2011 года, номер 43, о компенсации за воспитание ребенка-инвалида дошкольного возраста, типичные ошибки. Ошибка. Многодетная семья, проживающая в Бурятии, претендует на получение ежемесячной денежной выплаты на третьего малыша. Комментарий. Данное пособие выплачивается только в регионах с низким уровнем рождаемости, что не относится к республике Бурятия. Ошибка. Региональный материнский капитал в Бурятии семья планирует потратить на поездку за границу. Комментарий. Материнский капитал разрешается тратить только на цели, предусмотренные региональной программой. Ответы на распространенные вопросы про пособия на ребенка в Бурятии. Вопрос номер один. Можно ли за счет средств материнского капитала, выданного в Бурятии, оплатить обучение одного из детей за рубежом? Ответ. Нет. Разрешается тратить деньги только на оплату обучения в вузах России. Вопрос номер два. При подсчете детей для получения статуса многодетной семьи учитываются пачерицы и пасынки. Ответ. Нет. Учитываются только родные и усыновленные дети. Видео-советы. Какие пособия и выплаты на детей будут в 2020 году? В видео раскрывается информация, касающаяся пособий и выплат на детей в 2020 году, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, новое пособие на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!